Большое радио представляет специальный медиапроект «Стоп экстремизм». Вопрос экстремизма, к сожалению, не уходит с повестки дня. Борьба с этим явлением ведется на разных уровнях и с переменным успехом. О причинах экстремизма, государственной системе противодействия экстремизму, актуальных информационных угрозах и алгоритмах реагирования расскажут в прямом эфире Большого радио специалисты Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде из сети интернет Александр Саенко и Алан Гаас. Слушайте программу медиапроекта «Стоп экстремизм» 20 сентября в 15 часов. Ведущий Андрей Привалихин. Здравствуйте, меня зовут Андрей Привалихин. В прямом эфире Большого радио новый медиапроект, который называется «Стоп экстремизм». Сегодня первая программа, которая выйдет в эфир. И в анонсе вы слышали, что гостей будет два. Но эфир прямой, гости с корабля на бал. Они только сегодня, вот самолет приземлился и в Мурманск приехали. Пока только один гость. Это специалист Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде из сети интернет Александр Саенко. Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ваш центр достаточно долго уже существует. Он с 2012 года. 2012 год. Что за цифра такая? Почему именно в 2012? У нас как бывает? Спохватились к 2012 году, что пора? Или действительно назрела к 2012 году необходимость создания центра, который боролся бы с проявлениями экстремизма и терроризма? Тут обычно историки, которым я принадлежу, говорят, что так сложилось исторически, когда не знают, что происходит. И отчасти да, это так сложилось исторически, потому что вот как раз в районе 2012 года несколько таких центров научных было образовано независимо друг от друга. У них разная судьба. Они по-разному, так скажем, по разным направлениям стали идти в развитие и исследование. Но, да, можно сказать, что так назрело, потому что вот так получилось, что наш центр, он образовался, это федеральный центр, который подведомится на Миноборной науке, но образовался он в Ростове и продолжает функционирование. То есть иначе как какой-то исторической логикой своеобразной это объяснить, на мой взгляд, нельзя, что было пора. Хорошо, а почему именно в Ростове? У нас ведь чуть что сразу в Москве, но на худой конец в Санкт-Петербурге. В Москве есть другие центры, аналогичные, тоже подведомственные Миноборной науки, но некоторые центры располагаются там, где они изначально появились. То есть мы появились при... не спецвуз-автоматика. И некоторые другие центры появились, вот в Пятигорске есть один, а так, да, большая часть в Москве, но вот мы некоторые исключены. Хорошо, хорошо, хорошо. Вы только что сказали, что в Москве есть подобные центры, а их не хватает, что ли? Дело в том, что, так или иначе, процесс, так скажем, противодействия радикальным угрозам, это не только и нисколько противодействие физическое, сколько превенция. То есть работа по предотвращению условий, когда человек радикализируется, этот процесс, он не одномоментный, то есть люди, как мы с вами, не может стать радикалом, потому что он где-то что-то выслушал, что-то почитал. Это ступенчатый процесс. И везде этот процесс, за исключением самых последних ступенек, он обратим. И поэтому система профилактики, она не менее важна, чем система уже предотвращения физической силы. А это вот из той же оперы, что легче профилактику провести, чем уже потом, потом уже поздно, как говорится. По последствиям это, естественно, легче, поскольку профилактика сама по себе... Легче, легче это на слух звучит легче, а возможно, что на деле-то именно труднее заниматься вот этой самой профилактикой? Ну, если насчет труднее или нет, сказать не могу, но трудно точно, потому что всегда есть затруднения на местах, всегда... Ну, профилактика должна быть комплексной. То есть, когда все между собой субъекты так или иначе общаются, обмениваются опытом, передают какие-то знания, даже ситуации, которые неоднозначны или опасны, если различные органы, различные учреждения и просто специалисты между собой это обсуждают как-то и находят выход из ситуации, то это гораздо лучше, чем когда человек один в поле не воин, как говорится. То есть, вот вы как раз к нам прилетели на трехдневный семинар, который как раз вот на это и направлен. Общаясь друг с другом, вы будете вырабатывать какие-то, не знаю, общие решения, общие ходы, общие поступки, нет? Да, то есть, здесь отчасти это интенсив для специалистов, поскольку очень часто бывает так, что специалисты просто физически не могут следить за теми или иными событиями, которые в разных уголках России, в том числе, так скажем, практических событий, на основе которых они могут понять, что что-то эффективно, что-то неэффективно. И вот я с коллегой, специалистами других центров, специалистами координационного центра в Мурманском арктическом университете, аналогичные по целям и задачам в чем-то, мы будем, соответственно, нашим слушателям эти знания, в первую очередь, практически давать и все это подкреплять практикой, когда мы с ними будем работать над разбором определенных ситуаций, чтобы они не просто эти знания услышали или где-то записали, но пропустили через себя и могли впоследствии на практике. Александр, скажите, а кто на местах этим занимается? Потому что у меня сразу первое, когда я слышу слова экстремизм, терроризм, мне сразу первую голову приходят силовые структуры. То есть профессионалы должны заниматься этим делом. А тут это вот все звучит как на уровне общественности. Нет? Или я чего-то путаю? Или есть специальные подразделения, не знаю, в областной администрации, при высших учебных заведениях, вот вы сейчас помянули, что в Арктическом университете у нас есть, ну, центр, не центр, как это называется? Центр, так, радиационный центр. Кто должен заниматься на местах-то? Дело... силовики, это силовики, но вот если мы посмотрим банально по документам, то на самом деле достаточно в систему противодействия терроризма и экстремизма вовлечено достаточно много различных структур и лиц. То есть этим должны заниматься и отчасти это и преступление коммерческого секта, но, конечно, в меньшей степени. Это высшие учебные заведения, это среднепрофессиональные учебные заведения, и это федеральная служба по исполнению наказания, например, потому что тоже необходимо работать со средой заключенных для предотвращения повторной уже радикализации и вовлечения в, так скажем, рецидивы. То есть силовики действительно это достаточно важная и ключевая, так скажем, грань противодействия физического, но именно в системе профилактики тут достаточно много решают образовательные организации, например, особенно высшего образования и среднего, поскольку... Ну, если мы говорим о молодежи, да, тут и мы, получается, и карты в руки. Да, потому что молодежь это, в принципе, группа риска по некоторым критериям, так скажем, объективным, субъективным, то есть они более открыты к новым знаниям, но часто не совсем понимают, что эти знания могут таить, опять же, середической грамотности иногда бывает очень плохо на мероприятиях. Мы сталкиваемся с тем, что нам студенты иногда не могут ответить, в чем разница между 228-й статьей по наркотикам и 282-й, которая по экстремизму, хотя у них совершенно разные категории и разная степень тяжести. И иногда бывает так, что не понимают, к чему это может привести, либо в их сознании уже последствия негативных различных действий, оно преуменьшено, они считают, что это что-то не всерьез. Вот, вот. Хорошо. Сегодня какие информационные угрозы вам видятся наиболее опасными, что ли? Здесь есть несколько. То есть, ну, так скажем, классические информационные угрозы, то есть это активность терроризма и экстремизм на сети интернет. Они, хотя классические, но они вот приобрели несколько иные оттенки в связи с тем, что идет массовая вербовка не идейных террористов, а их просто покупают. Что мы тебе заплатим столько-то, пойди... Ну, это, наверное, проще. Кинь коробку. Чем человеку вбивать в голову какие-то догмы, легче купить, нет? Все зависит сильно от того, какие догмы у этого человека изначально присутствуют. Ну, конечно. И в этом плане, поэтому профилактика, она не только... Она нисколько пугает, должна пугать, на наш взгляд и... на взгляд специалистов. То есть, потому что страх это такая вещь, которая рано или поздно уйдет. Если пугать серым волком, то рано или поздно к нему будет отношение, как к домашнему мопсу. А другой вопрос, если человеку прививать осознанное неприятие идеологии, когда он не приемлет ту или иную радикальную идеологию не потому, что так нельзя, а потому что у него есть свои нормы поведения, свои догмы поведения, которым это противоречит. То есть, для него ненормально слушать кого-то непонятного на той линии и... Нет, но его собственные нормы и догмы, они тоже не на пустом месте возникли. То есть, это, получается, все идет от воспитания, да? Так или иначе, мы все обращаемся к системе воспитания, действительно. И действительно, все должно быть взаимосвязано к системе воспитания, к системе психологической, то есть, это мониторинг и работа с трудными подростками, с трудными детьми. Поэтому система действительно весьма сложная, и с ней необходимо работать постоянно. А вот смотрите, медиасреда стала ведь такой агрессивной. Не было такого раньше, а сейчас она... Понимаете, у нас вот есть информационное агентство наше местное, да? Вот его директор лет, наверное, 7-8 назад провел эксперимент. Он сутки давал только позитивные новости. Посещаемость сайта упала в 5 раз. Что это такое-то? Что? Если кого-то убили, мы радуемся, не потому что убили, а потому что убили не меня. Откуда агрессия-то? Дело в том, что негативные эмоции на коротком отрезке вызывают более сильную эмоциональную отдачу. Есть такое явление в современной медиасреде, которое действительно стало гораздо негативнее и чернее. За рубежом придумали темы, но достаточно многим приходится по душе думскроллинг называется, мрачное листание ленты, когда человек листает ленту, в которой сплошной негатив, и он не может от этого оторваться, несмотря на то, что ему уже все надоело, он уже давно все это проклинает слух и в голос. Здесь мы уже обращаемся к такой достаточно глубинной теме, именно восприятие тех или иных материалов на человека. То есть какие-то у него эмоции вызывают, где-то это уже, так скажем, химическая реакция организма. И проблема в том, что тут еще такое дело, что постоянно у нас ускоряется обмен информацией. То есть каких-то лет, допустим, 15 назад телефон мобильный с доступом в интернет был у каждого пятого, в лучшем случае, у каждого десятого. Да, пожалуй, так и есть. Хотя сейчас это вполне распространенное. Лет 7 назад еще не было такого, хотя уже существовал твиттер, например, но не было таких явлений достаточно быстрых оперативных СМИ или подобий СМИ, которые распространяют информацию. И не было, допустим, тех же чатов в WhatsApp, которые иногда как некий такой бак распространения паники, когда какой-то слух бросают, и потом где-то у кого-то объявляется, возможно, видели часто переслаемое сообщение. И какая-то совершенно байка распылили, распыляют антибиотики, не выходите из домов по-разному. Это из той же оперы, как раньше, знаете, когда телефоны всем на столе. Раньше же домашний телефон тоже был редкостью. Нам когда наставили в районе, где я жил, города, какие были звонки, говорят с телефонной станции, на телефонной станции пожар, опустите трубку в холодную воду. Это из этой же оперы все. Это отсюда, наверное, выросло даже. Да, это человек сам по себе достаточно архаичное существо. Здесь во мне снова просыпается социальный антрополог. И многое из того, что мы делаем, на самом деле имеет достаточно глубинные механизмы, которые где-то влияют на нас с хорошей точки зрения, где-то с плохой. Вот те же стереотипы, они изначально появились для того, чтобы защищать нас от опасности, но вот сейчас они могут вызывать и различные негативные ситуации. И если мы посмотрим на угрозы, то действительно, ну, не было, что ли, массового мошенничества телефонного пять лет назад. Оно было, но оно было не настолько качественно, поскольку сейчас другие инструменты, в том числе поиска данных, мы все оставляем после себя, даже если брать то, что... Цифровой след. Да, даже если брать то, что мы осознанно оставляем в системах вроде госуслуг, Яндекс, такси, доставок и прочего, то этого уже очень много. Не говоря уже о том, что мы оставляем случайно, просто потому, что когда-то на автомате записали, назвали, и этим пользуются мошенники активно, которые где-то иногда звонят, могут, так скажем, ошибиться номером и уточнить какие-то данные, которые у них есть, этим пользуются и люди, которые принуждают к каким-то негативным действиям, когда используя данные о родственниках или о предпочтениях политических, нажимают на определенные болевые точки, то есть суть та же вроде бы, но если мы посмотрим в деталях, все очень сильно меняется под воздействием вот этой ускоряющейся среды. Вот, вот, в этом-то и дело, понимаете, да, а они были действительно и раньше, эти телефонные мошенничества, вот именно в этой связи у меня вопрос такой, смотрите, они растут над собой, мошенники, а мы-то почему не растем над собой, мы такие же лохи, как были, мы велись на примитивные разводки, которые были 15 лет назад, и мы сейчас продолжаем вестись только на другом, более высоком уровне, точно так же, никакая профилактика не помогает, никакая социальная реклама, у нас здесь в студии сколько раз приходили ребята из полиции и говорили, не ведитесь вы на все это, потому что проверить достаточно легко, ну, что, это, мы что ли такие дураки, набитые? нет, как раз влияют, тут же вопрос в том, что влияют те же мошенники, да и вербовщики, в принципе, они влияют не на знания, они нажимают не на наше знание, поскольку попадаются на это и профессора, и специалисты достаточно, ну, высокого класса, а что это вот срабатывает, но я все про это знаю, там кого-то обманут, а уж я-то не попадусь, ну, отчасти да, как люди, которые, я здесь хожу 15 лет, через пешеходный переход, которого нету, и на 16-й год его забивает машина, потому что машина не знала о том, что человек 15 лет здесь ходил, когда тут вот вопрос еще в, почему у меня прийти вводит тех, на которые мы поезжаем, постоянно актуально по обновлению знаний, когда человек нарабатывает себе шаблон какого-то поведения, то он становится достаточно уязвим, когда он, неважно к чему, опасности всегда бывают разные, где-то более явные, где-то менее явные, когда человек нарабатывает себе шаблон, что пристегиваться необязательно, потому что он прекрасно вводит, то рано или поздно может случиться ситуация, что он вводит. Не, ну вот, знаете, вот этот пример, он, наверное, не слишком показательный, потому что ведь худо-бедно, а мы все-таки теперь почти практически все пристегиваемся в машинах. Зависит от региона. В Ростовской области сейчас начали уже пристегиваться, но недавнего времени могли косо посмотреть, если пристегнулся рядом с водителем, потому что для них это было, ты что, думаешь, что я плохо вожу? Ну, это же просто и нет. Нет, у нас просто в Мурманской области, по-моему, давно уже все пристегиваются. И без напоминаний. Причем сел, и первым делом пристегнулся, и потом уже только поехали. Да, и так или иначе, вот шаблон поведения тоже. Человеку свойственно казаться, что он в безопасности, когда он повторяет какие-то определенные действия, а люди, которые связаны... А в нем играет «я так привык», да? Да, я так привык. Уже это отчасти, это уже автомат, как встать с утра, заварить кофе, посмотреть на улицу. Да, да, да. И если че, злоумышленники знают, что вы встаете, наливаете себе кофе, выходите в окно, они могут вам, не знаю, посвятить лазерной указкой в глаз, если мы так говорим. Если вы привыкли, не проверяя посещать сайт и вбивать в баннер, так скажем, данные карточки, не проверяя абсолютно, что это за сайт, то рано или поздно вы переведете на нужды тех или иных вооруженных формирований, и возникнут те или иные проблемы, слабые или сильные, тут уже все зависит от конкретного случая. Нет, понимаете, вы знаете, что получается? Ввел данные своей карты, сообщил пароль, сообщил цифры какие-то, все такое прочее, потерял деньги, тебя предупреждали, с тобой вели разъяснительную работу, и все-таки ты попался, то есть получается, ты сам дурак, но ты первым делом бежишь в полицию и кричишь караул, помогите. Бывают даже такие случаи, что полиция конкретно приходит, и люди все равно слушают, и слушают полицию, слушают уговор, но все равно переводят деньги. Ага, даже так? Да, бывает прямо настолько. Такая промывка мозгов такая, что ли, или человек... Да, человек попал, ну попали человеку... Он попал в какую-то зависимость, что ли, от этого? Ну не в зависимость, попали, так скажем, в нерв, в болевую точку, когда все уже, это такая вот паника, когда есть инстинкт бежать или драться, примитивный, и у него все, бежать, 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 бежать. А поэтому, возможно, вот именно, даже невозможно, а именно поэтому сейчас скорее усиливают алгоритмы, и когда поведение клиента у банку кажется, точнее банковской системе автоматической, кажется неестественным, то ему блокируют карточки до выяснения обстоятельств. Выяснение, да, да, ага. Сейчас в этом направлении тоже работа определенная ведется, то есть уже идет разговор о страховании мошенничества, о определенных, углубленных алгоритмах, при которых будут блокировать на какой-то определенный срок, но здесь все в стадии обсуждения. Вот у меня карточки блокировали, когда я в Мурманск летел, потому что... Почему? Потому что показалось очень подозрительным, что билеты покупал, цепочку билетов. Ага. Но в итоге быстро разблокировали после нескольких там нажатий в Сбербанке онлайн. Так это получается, что они действуют по принципу лучше перебдеть. Конечно. Как, например, в случае с потерей карт уже очень давно, неважно, нашли или нет, как только вы говорили, что что-то с карточкой не то, ее там банкомат засосал, ее первое, что делают, это блокируют карту. Дальше уже перевыпуск, пожалуйста. То есть, что касается информационной безопасности, финансовой даже безопасности и многих других, тут работает принцип, что самое надежное, это то, что самое неудобное пользователю. То есть, да, это нам неудобно, когда при первом чихе блокируют карточки перевода. Ага. Но безопаснее... Тут то, что ты засуетишься. Да, безопаснее это, чем если вот оставлять, так скажем, на конечного пользователя, чтобы, если он что-то куда-то не перейдет, чтобы ему пожать плечами и сказать, ну, ты сам дурак. Ну, вероятно, лучше, наверное, все-таки с блокировкой. Да, да, да. Пожалуй, тут трудно с этим не согласиться. А вот вы сказали, что очень ускорился обмен информацией, очень-очень-очень сильно. В этой же связи получается, что любой фейк гораздо легче впарить. В потоке информации, из которой, может быть, 95-98% будет правдивой, 2% фейка, никто и даже не подумает, что это неправда. Или что? Нет? Ну, здесь вступает и критическое мышление, которое может формироваться двумя путями. Это либо работа с населением, которая, чтобы учить отличать правду от лжи, правдивую новость от ложной. И уже самообучение, когда большой поток ложной информации идет, а он идет постоянно. Сейчас, за последние годы, даже если мы берем такую узконаправленную категорию фейков, как ложные сообщения про теракт, то сейчас в 10-15, в зависимости от региона, увеличилось количество. где-то и в 100. И люди уже начинают, в том числе, подсознательно, на опыте понимать, где что недосказано, где какие бывают, где человек ошибается в русской грамматике, распространяя. Но, да, сейчас фейков становится все больше, проблемы возникают с этим новые. То есть, вот сейчас пока еще с нейросетями определенной проблемы нет, потому что они не могут быть идеальными, они дорисовывают лишние пальцы, генерируют слишком искусственный голос, даже похожий на настоящий. Получается, что нейросети это наша завтрашняя проблема, потому что они же совершенствуются. Несомненно, это завтрашнее преимущество отчасти, потому что любой инструмент, как топор, об ее доостров, можно кола поколоть, а какой-нибудь разбойник может и по голове надавать. Но вопрос в том, что до уровня проблемы пока еще не доходит и есть основания, допустим, ВКонтакте, я знаю точно подобный инструмент, планируют ввести и интегрировать. Возможно, так скажем, что к тому моменту, когда мы дойдем до степени, когда картинки нейросетевые или голос станет проблемой, уже возникнут и средства решения, потому что, например, во ВКонтакте такой инструмент сейчас делают. Западные различные, Google, Yahoo, они пытались, но у них проблема юридическая коллизия в связи с тем, что все, что позволяет нас идентифицировать фамилия, имя, отчество, глаза, линия лица, голос, это биометрия, которая является нашей собственностью, нашими персональными данными. Они не смогли это преодолеть с юридической коллизией, поскольку там достаточно все запутано. И у Google был достаточно неплохой рабочий инструмент, который они вынуждены были закрыть как раз периодическим коллизиям. То есть проблемы требуют не только инструментального решения или реакции по профилактике, но и, конечно, юридической работы. Вы сказали, один из путей решения работа с населением. Я население. Я готов, чтобы со мной работали. Мне кажется, что у нас подавляющее большинство скажет, зачем? Я и так типа как-нибудь сам? Отчасти да. Тут вопрос еще в том, в какую форму это облечь, потому что если это лекция, то большая часть это пропустит мимо ушей. Вот. Ага. Хорошо. А тогда что? Что предлагается? Если мы говорим по молодежи, то, с чем мы действительно работали, то, что мы проводили, то есть взрослым населением, хотя мы проводили, на самом деле мы проводим с преподавателями, показывая, в чем преимущество таких форматов, это форматы интерактивные. То есть кто-то делает это, если мы говорим про различные сайты систем, они делают различные мини-игры или мини-тесты с какими-то приятными бонусами. Когда мы работаем с молодежью, то мы делаем проекты, стараемся делать интерактивными. То есть чтобы была не просто обратная связь в виде ответа на вопрос, но чтобы студент, обучающийся, ученик, они становились, так скажем, соорганизаторами, соучастниками, наверное, звучать будет не очень, чтобы они тоже вовлекались в процесс проведения мероприятий, тем самым вот знания, которые они получают даже во время банального квиза, во время банальной викторины, ну, условно банальной, потому что это достаточно простая вещь и распространенная даже вне профилактики. Когда они пропускают эти знания через себя, то они, во-первых, получают их, ну, не просто это как что-то дидактическое, унылый параграф в учебнике, но они понимают, что это такое, накладывают на свой опыт, и в дальнейшем им применять подобные знания становится гораздо проще, и вот поэтому вот такие вот интерактивные какие-то форматы, они, да, они не затронут стопроцентных скептиков, которые закрывают уши, и мне это не хочется, вот это вот, пожалуйста, я все прекрасно знаю, но тех, кто готов слушать, это... А вот скажите, у меня такой вопрос детский или дурацкий, да, я то так, то и так называю, получается, вот сейчас вы говорили о молодежи, если мы говорим об информационных угрозах, об экстремизме, то наиболее уязвимая часть населения это молодые люди, а если мы говорим о телефонных мошенниках, то наиболее уязвимая часть это пожилые люди, это так или не так? В целом, да, но все очень сильно зависит и от молодых людей, и от пожилых людей, поскольку если... Почему так сложилось? Дело в том, что молодые люди сейчас, мы наблюдаем, постепенно становятся в том числе где-то более закрытыми по публичному, вот как раз по цифровому следу, потому что они уже вырастают в этой среде и они понимают, что все, что остается в интернете и точно так же все, что как только поднимается трубка, то неизвестно, кто на другой стороне, и они предпочитают вот где-то замыкаться и где-то больше не доверять. Хорошо, а кто на другой стороне-то? Кто распространяет вот те же самые фейки, кто распространяет те же самые запрещенные, откровенно запрещенные материалы в сети? Кто эти люди? Либо это люди, которые искренне заблуждаются, говоря о фейках, на самом деле больше всего распространяет не тот или иной злоумышленник в ближнем зарубежье, в дальнем зарубежье, неважно, а тот, кто искренне паникует и искренне желает это все донести, чтобы все остальные спаслись. Ну это получается, это же, то есть, это существует тоже там сотни-сотни лет. Раньше это называлось «Одна бабушка сказала, а сейчас я вычитал в сети». Да, агентство ОБС. Это же одно и то же. Да, именно так. И это может понимать на самом деле страшные масштабы, когда люди объединяются в группы и речь даже там не о экстремистских различных полу, так скажем, сектах свидетелей Советского Союза или отрицателей того, отрицателей законов, которые там подписывают аффидитивы и публично объявляют себя обладателем своей души, а не цифрового рабства. Это все отдельный разговор. Но есть люди, которые искренне желают запретить рамки металлоискателей в школах, потому что когда-то где-то им тюкнуло, что это делают бесплодными детей. И все, это вот начинается борьба за видеонаблюдение, где-то, то есть, когда человек, человеку попадают где-то на мозоль, и даже банально рассказами про пауков в бананах или, ну, городские страшилки такие. Сериалов насмотрелись, вот недавно, как я включил, как раз, и вот один в один про это было, как в бананах пауков откуда-то от черта на рогах привезли в Россию. Да, потому что это все взаимно влияет, то есть, культура влияет на наши страхи, и среда влияет где-то на наши страхи, и одновременно мы тоже влияем на степень того, что вот эти общеобщественные страхи и городские байки, которые больше всего распространяются. И на самом деле вот с теми же сложной информацией, то есть, если с мошенниками, там, понятное дело, это специалисты своего дела, конечно, ну, не очень хорошо так об этом говорить, но это действительно люди, которые зарабатывают себе, зарабатывают своим организациям профессиональным на том, что ищут людей, которые могут повестись на те или иные их психологические приемы, а их достаточно много, это не просто то, что срочно нужно перевести, мама, я попал в аварию, плохо говорю, потому что лицо разбито, но это и более сложные многоходовки, вплоть до того, что звонят мошенники, человек говорит им искренне о том, что ха-ха, я знаю, что вы мошенники, после чего перезванивает очень серьезный молодой человек с правильным московским акцентом, а не с определенными дефектами речи, как до этого, и говорит, что, вы знаете, я сотрудник Федеральной службы безопасности, и мы сейчас проводим как раз оперативные мероприятия, потому что колл-центр мошеннический выявить, поэтому давайте вы им подыграете, и вот сейчас вам перезвонят, а вы им назовете цифры, после чего человек называет, и у него улетают все деньги, то есть таких психологических приемов достаточно много, и единственный ключевой, который работает одинаково, как с мошенниками, так и сложной информацией, то, что, на что может повлиять человек в любом случае, это он может просто положить трубку или не распространять ту или иную новость, которая кажется ему неправдоподобной или смешной, он может, да, в силах каждого попытаться переубедить или попытаться выудить, как некоторые особо удачливые граждане сами выуживают деньги у мошенников, это бывает иногда и далеко не всегда и очень редко, а вот то, с чем может работать каждый, это вот просто плевать, положить трубку, не писать. — Спасибо вам большое, что вы пришли в прямой эфир, я понимаю, что у вас напряженные такие дни, достаточно суматошные, предстоят здесь в Мурманске, время программы неумолимым подошло к концу, но все-таки в заключении еще один дурацкий вопрос я задам. универсальный рецепт есть просто положить трубку, просто не читать социальные сети, просто отключить интернет к чертям собачьим или что? — Самый радикальный универсальный рецепт это действительно поднимать трубку только на номера знакомые, читать только то, что уже многократно перепроверено, это надежный, но, как я уже раньше говорил, все, что надежное и неудобное, а, так скажем, менее радикальный и более сложный рецепт, который требует постоянной работы над собой, это постоянно улучшать критическое мышление, подвергать сомнению, что называется, где-то, возможно, это будет казаться параноидальным, слегка, и тут важно не перегнуть палку, но все равно лучше, прежде чем доверять, проверять. Друзья, учиться, учиться и учиться, да, я понимаю, что самообразованием заниматься сложно, но надо, вот такие дела. А сегодня на Большом Радио стартовал медиапроект Стоп Экстремизм, и в первой программе мы говорили об актуальных информационных угрозах со специалистом Национального Центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и в сети интернет Александром Саенко. Спасибо, Александр. Спасибо вам. До свидания.